Вечерний Ургант Представатель школы Николай Цискоридзе пришел на шоу Ивана Урганта и рассказал о своей работе «Я вредный, заставляю работать», «Да». Требует дисциплины и безукоризненного подчинения, признался он, «Понимаешь, балет без давления, психологического особенно, не учится». Это обязательно, потому что ребенок не хочет никогда стараться, вот я, например, никогда не хотел стараться, отметил артист, по его мнению, самый страшный проступок – невнимание. Все остальное можно пережить, добавил Николай Цискоридзе, вспомнил, что во время учебы приходилось коротко стричься и носить стрика, а на голове – сеточку. По его словам, все ученики ненавидели этот головной убор, мне кажется, этим самым педагог усмирял наш переходный возраст, мы должны были быть сконцентрированы. Очень часто, особенно сейчас, я сталкиваюсь с артистами, которые не хотят надевать головной убор, не хотят делать, подчиняться правилам. «Все-таки балет – это надо подчиняться правилам», – подчеркнул Цискоридзе, артист признался, когда сдал газ-экзамен, сжег сеточку и трика, в этот момент Иван продемонстрировал гостю бандаж и тот раз смеялся. «Такой боксер и носят, и хоккеисты», – сказал Николай. «Ургант поинтересовался, можно ли надеть бандаж поверх трика, можно, если ты особый извращенец», – коротко ответил Цискоридзе, – не обошлось без открытого урока от метро. Для этого Иван Ургант и его соведующий Дмитрий Хрусталев облачились в свободной белой рубашке, черной лосиной и специальную обувь. Цискоридзе попутно сообщил, что у него уже была звездная ученица, всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл, – ты знаешь, у тебя стройные ножки, – отпустил он комплимент Урганту и приступил к тренировке. Субтитры подогнал «Симон»